Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня в гостях в нашей студии Анатолий Малахов, епископ Лютеранской Церкви, город Воронеж. А некогда вы входили, Анатолий, в общественную наблюдательную комиссию УФСИН России. Добрый день! Добрый день, Альберт! Добрый день, Дмитрий! Рад вас видеть и слышать. Мы тоже. Но мы хотели бы продолжить тот разговор и та проблема, которую мы озвучили неделю назад буквально, Вот на сегодняшний день есть что-то, есть какие-то подвижки? Потому что очень много публикаций в интернете и везде вышли на тему пыток в российских колониях. Что-то изменилось за это время? Ну смотрите, провели в юстиции, в министерстве юстиции провели совещание. Часть там было представителей, которые были искренне заинтересованы в том, чтобы пеннициарная система, она все-таки дала какой-то шаг на изменение всего, что там происходит. Также многие, я вижу, комментарии по поводу того, что президент в курсе этой темы. И тоже особые поручения какие-то даны для того, чтобы это разрешить или там как бы, ну, ситуация раз вышла из-под контроля, значит, надо что-то предпринимать. Ну, то, что я Шевченко я слушал, там, Осечкина слушал, я многих смотрел, как бы, наблюдая за этой ситуацией. И почему? Потому что она мне очень близка, и мне не безразлично, что там происходит. Потому что люди, которые там находятся, они же потом освобождаются, и с каким грузом они приходят. Поэтому какое-то движение идет. Но я хочу сказать, больше, наверное, только разговоры, какие-то совещания, какие-то там мероприятия, как их называют, и тому подобное. Но пока какой-то определенной ситуации, чтобы оно как бы реально начало что-то делать, пока не видно. Но вроде написали, что пошли большие изменения, по крайней мере, в Саратовской, в этой колонии. Вроде сняли руководство, еще что-то. Но вот смотрите, в Саратове сейчас там начальник ушел, управление, колонии там, люди там ушли. Но вы понимаете, как бы это не решение проблемы. Решение проблемы, пока не будет включены правильные действия наблюдательной комиссии, общественных таких религиозных организаций, которые смогут беспрепятственно приходить, общаться, разговаривать и помогать системе, помогать людям. Только тогда, может, начнет что-то меняться. А это же снова снимут человека, поставят другого. Я вам можно рассказать примеры Воронежской области. Был спецпрокурором человек, потом его полили из прокуратуры, а он пришел в УФСИН. Он знает всех прокуроров, знает всех судей, знает все. И любые вопросы, которые возникают, он всегда находил пути решения, чтобы это скрыть, это все. Дальше. Некоторые сотрудники, бывшие сотрудники УФСИНа, сейчас в аппарате губернатора работают, в разных управлениях. Естественно, они все это скрывают. Естественно, они не дают развитию. И поэтому сама система, сама система, она как бы эти клещи вовсюду пустила. И везде, где их есть люди, они, естественно, это замалчивают и укрывают. Поэтому решение вот это, то, что снимут этих людей или кого-то привлекут к ответственности, это не решение. Тут надо рассматривать очень серьезно. Вот мне понравилось на юстиции, министр юстиции, те, кто там участвовал, они подняли вопрос о том, чтобы в наблюдательные комиссии не входили именно бывшие сотрудники. Это очень хорошо, это очень важно. Хотя я в какое-то время рассчитывал и на их помощь, понимаете. Но как время показывает, что в системе эти люди, они заражены. Поэтому заражены той системой, они, естественно, будут отстаивать интересы системы. Второй вопрос. Уполномоченные по правам. Но вы посмотрите, в Воронежской области до сих пор сидят бывшие сотрудники, и они советуют уполномоченному по Воронежской области, как и что реагировать. Но вы поймите, ни одного правозащитника там нет. Нету никаких общений, никаких там каких-то серьезных таких предложений. Мало того, что наблюдательная комиссия Воронежской области, женщина, она хорошая женщина, я ее знать не знаю. Но я все-таки имею опыт, имею сертификацию на то, чтобы обучать людей для работы в пенсионной системе по вопросам защиты прав. Но даже не обратилась. Почему? Потому что в наблюдательную комиссию вошли бывшие сотрудники. Бывшие сотрудники. И как уполномоченная прошедшего созыва, руководила, уполномоченная была, она как сказала? Не нужен Малахов, мы вас сами научим. А чему вы научите? Как вскрывать, как его укрывать? И потому что там у него находятся люди, работавшие в этой системе, они, естественно, будут против. Поэтому пока не будет вот такого, знаете, коренного изменения. То есть во всех сферах, я считаю, касаемо этой системы, должны быть правозащитники, должны быть люди реально, которые хотят помогать изменить ситуацию. Все, что там происходит, не только в Саратовской, Владимирской области. Ведь у нас этот начальник управления, он был в Воронежской области. Он пришел, встретились, поговорили, как лучше взаимодействовать. Ему даже прошлые начальники территориальных управлений, которые реально понимали и видели, насколько эффективно может работать наблюдательная комиссия, когда там здравые люди, и оказывать системе помощь. Они ему советовали, наоборот, находить тесные взаимоотношения, чтобы с наблюдательной комиссией, с советом наблюдательной комиссии, с советом СОНКОМ, Малахов, он может много чего показать и рассказать. Но нет, оперативные и работники системы, также службы собственной безопасности в то время, они были категорически, они сделали все, чтобы убрать общение со мной, общение с такими, как я, в Воронежской области. И что вы думаете? А ничего, просто-напросто все это спустили, и он перешел во Владимирскую область, ничего не сделано в Воронеже. Но и по сей день, это так оно и остается, потому что есть потенциал, есть опыт, знания, которые могут быть востребованы, но они не нужны. Почему? Вопрос. Анатолий, у меня два вопроса тогда возникают. Первый вопрос. Насколько вы надеетесь на то, что вы озвучили сейчас, что в Минюсте прошли вот эти слушания, и что даже министр юстиции сделал такие заявления? Это первый вопрос. И второй вопрос, почему Госдума отказалась провести слушания на уровне депутатов, чтобы начать расследование этих инцидентов, страшных вещей, которые происходят? Ну, давайте по Госдуме. Ну, кто туда люди вошли? Люди вошли те, которые были. В основном это люди, бизнесмены. Они отстаивают свои интересы бизнеса. Все. Больше им этого не нужно. А если лезть в эту систему, они, каждый понимает, что он может оказаться завтра там, и зачем ему это нужно? Ну, как зачем? Облегчить себе сидение? Готовиться уже? Соломку подстилать заранее? Я не знаю, что они готовятся, но многие раз, многие вопросы, которые мы освещали, поднимали, вот, и такому же Крашениннику, я его и лично знаю, и встречал его, когда попечительский совет работал, как-то какие-то были решения каких-то вопросов. Ну, потом все это остановилось, и обращались по ресоциализации, адаптации. Никакой помощи, даже ответов нет. Мало того, что наша, это Дума, это, как она, Государственная Дума Воронежского региона обращались, то же самое. Все без ответа. Все ждут указания откуда-то, понимаете, вот сверху. Вот у нас, когда три созыва я был, и председателем наблюдательной комиссии, как-то, знаете, благодарю Бога, он дал мне возможность все это объединить, и правозащитников, и социальные, и религиозные, плюс и силовые структуры были заинтересованы. Те люди, которые находились там, они были заинтересованы, чтобы как можно меньше таких прецедентов происходило, что вот мы о чем говорим. И служба, вы знаете, что курирует УФСИН, есть федеральная служба безопасности, представители курируют эту систему. И тогда мы находили вопросы, потому что нельзя эту систему, понимаете, в одном только управлении или в одном только ведомстве контролировать и управлять. Нельзя. Она должна управляться со всех сторон. И я это испытал, и я это увидел, насколько эффективно. Есть вопрос, я вижу, что УФСИН не работает. Естественно, я говорю представителю, курирующей этой системы, я говорю, уважаемый полковник или кто там есть, понимаете, есть ситуация, она может выйти из-под контроля. Нас, наблюдательные комиссии, не хотят слушать, примите сами меры. И они принимали, поэтому в Воронежской области эти вопросы не решались, понимаете. Были много ситуаций, было очень много, и благодаря как бы такому взаимодействию они быстро реагировались и решались. Но были начальники территориальных управлений, которые были довольны, что именно так ОНК оперативно работали на то, чтобы пресекать такие вещи. Но пришло время, когда все это ушло. Люди меняются. Меняются люди, меняются отношения. И, естественно, и в федеральной службе люди меняются, и уже какие-то, наверное, другие у них ценности. А мы взглядом, я не знаю. И, соответственно, УФСИН, УФСИН, они смогли, оперативно-режимные службы, они смогли так убедить спецпрокуратуру, которая, казалось бы, были случаи, когда избиение было, мы обращали спецпрокуратуру, нам отписки были. В 10-й колонии, колонии-поселение, когда тоже ребята, которые там были со скорой помощи работали, вот, их так били, что очень страшно. Мы взяли, зафиксировали, отдали. Спецпрокуратура не отреагировала тогда. И сейчас вот то же самое, как вот я рассказал, там есть человек, который возглавляет общественный совет при УФСИНе. Бывший спецпрокурор, бывший отдел воспитательной работы возглавлял. И что он делает? Он делает все. Он говорит, мы отпишемся, с прокуратурой мы найдем общие свои интересы и решение вопросов, и мы не дадим. То есть, получается, настолько все это повязано, что выйти, выйти на уровень, какой выходить? На уровень губернатора тоже не достучишься. Почему? Потому что советники находятся у него, такие же бывшие сотрудники УФСИНа, сидят в управлении по взаимодействию административной и военными организациями. Мы пишем туда, они спускают, да нет, это нужно, это не надо, это тому подобное. Ну, поэтому вопрос стоит, чтобы решить это, чтобы все это работало. Оно должно быть на политическом уровне, это должно быть четкая позиция президента, я так понимаю. Если ему, я думаю, ему тоже это не нравится, что происходит в пенсиарной системе. Это, естественно, ведомство, это федеральная служба. Это ведь там очень много таких направлений, которые могут это все решать. Могут, но хотят ли вопрос? Вот поэтому тут надо понимать. Много правозащитников, много таких людей социальных, религиозных, которые входили, входили вот эти несколько созывов, входили в наблюдательные комиссии. Активность была, взаимодействие в каждом регионе, старались помочь, поддержать, решить какие-то вопросы. Но потом как бы все это уходит, человеческий фактор, так сказать, приходят новые люди, и они это все это затирают. При этом в наблюдательные комиссии ввели тех людей, которые, казалось бы, они далеки, далеки от защиты прав кого. Но ведь не права-то защищают сотрудников СИН, но идите защищайте их права, вопросов-то никто вам не скажет. Но когда вы идете, сами прессовали, сами издевались, и вы идете защищать права таких же осужденных, ну это как-то, или там задержанных, подозреваемых, это уже никакие рамки оно не входит. Поэтому закон как бы он дан нормально, все, но как он будет работать, как будет он исполняться, это все-таки, я считаю, что это сверху. Вот, я знаю много и сейчас общаюсь с Советом наблюдательной комиссии, я руководитель регионального отделения Совета общественных наблюдательных комиссий, вхожу в президиум, в Совет общероссийского. Много людей, много такой хороший потенциал, который может это все делать, может помогать и оказывать, но не дают. Руды, я знаю, Анатолий Анатольевич не один раз в палате выступал и давал указания территориальным органам, чтобы они взаимодействовали с Советом наблюдательной комиссии. Почему? Потому что Совет ОНК это юридическое лицо, там по уставу прописано, что должны делать, как помогать наблюдательной комиссии, специалисты, медики, юристы, адвокаты, психологи. То есть многие ходят туда, и мы так по принципу Воронежа, у нас там до 100 человек доходило. Из этих 100 человек, конечно, видно, можно выбрать тех специалистов, хороших таких, которые могут реально помогать и поддерживать в системе. Но все задавили, выдвинули, СТНК выдвинули, и в ОНК вошли люди, которые, вот у нас женщина, у нас председатель ОНК. Я хороший специалист, я общественник, я занимаюсь, у меня сын инвалид. Да и у меня сын инвалид. Но это совсем другая тема, это совсем другой вопрос, это вообще не связано, что вот такие вот у нас общественники, флаг лишь бы показать, и я стал плохой. Чем? Но если вы, не получается у вас работать, я всегда говорю, ну придите, я помогу вам, помогу, поддержу, там что-то, дам советы, проведем какие-то совещания. Мы есть специалисты в Совете ОНК, которые могут помочь и оказать, решить эту ту или другую ситуацию. Ведь и сейчас в пенсиональной системе есть немало таких людей. Я знаю, вот сверху и генералы, и полковники, более такой, низкого уровня офицеры, которые тоже переживают, но они ничего не могут делать. И у нас получается, что, я как говорил и говорю, что в пенсиональной системе оперативная служба, она ни за что не отвечает. Но, и вот эти вот гнилые подходы, заходы и тому подобное, все это делается для чего? Для того, чтобы они могли создавать конфликтные ситуации между осужденными, ну как бы там отрицательной направленности, или более тех, которые лояльны к властям, создают конфликты. Они создают напряжение между осужденными внутри. Воспитательная работа, главная, я считаю, которая должна быть, она вообще отодвинута. И вот у нас были ситуации, когда наказывали не оперативников, которые виноваты в прямых этих конфликтных ситуациях, а виноваты оказывались, оставались воспитатели. Дальше медицина. У нас много, вы знаете, что в России в тюрьмах умирают люди, и не секрет, что есть передозировка. Передозировка, то есть употребление наркотиков. Ведут борьбу, как там ведут борьбу, это вопрос другой. Ну, попадает туда наркотик? Попадает. Один раз зашли мы с старшим помощником, а нет, замспецпрокурора. Вот, мы зашли туда с проверкой. И когда мы начали, ну, видно, что люди обколотые. И предложили провести обследование. И что вы думаете? Побежал там так называемый смотрящий, который обколотый, побежал быстрее говорить, чтобы они не ходили на проверку. А врач это, который фиксирует все, если, говорит, они дальше пойдут, а мы стоим в коридоре слушаем, то я, говорит, все, расскажу, и так и тому подобное. То есть ситуация, вы знаете, она не может быть как бы однозначного подхода или там одной направлении. Это общая система. И когда мы начали в Совете ОНК привлекать врачей, психологов, там, юристов, адвокатов, духовных лиц разных направлений. Для чего? Для того, чтобы они могли правильно прийти и решить ту или другую ситуацию, но уже в сфере всех направлений. Но этого не надо в системе было. Сейчас может это понадобиться, мы как бы готовы участвовать. И сейчас мы общаясь, там, и конференции проводим, и встречи. Вот, и как бы готовы, вот они, мы есть. Я вижу там и другие правозащитные сообщества, которые также готовы оказывать содействие и помощь. Если этого не будет, вы понимаете, я еще раз говорю, напоминаю, тот раз говорил, я был в Швеции в двух тюрьмах строгого режима. И вот мы заходили туда смотреть, условия там и тому подобное, как отношения. Мы зашли туда, пока мы заходили и выходили, мы встретили несколько и правозащитников, и социальных, и психологов, и духовных лиц. Они вот так, как конвейером, заходят туда, проводят общение, встречи и выходят оттуда. Поэтому и рецидив там очень маленький, и нету таких вопиющих, за исключением, конечно, мы Гвантама или как там, но это система армейская, жестокость, это подавлено, она и в Америке, она везде есть. Но нам там еще на Америку смотреть. Нам надо смотреть на то, что у нас здесь есть, в России, и как помочь этому. Я уже сказал, можем помочь, если это будет политическое решение. Все, что говорил министр, и были коллеги, которые находились с УФСИНа, Руда, это не Руда, это Анатолий Иванович Якунин, я его тоже знаю хорошо. Знаете, там есть нормальные люди, которые могут, реально нормально, но они не смогут управлять всей системой, если они не дадут правильные отношения к наблюдательной комиссии. Чтобы ОНК, наблюдательная комиссия по закону исполняла свои, как бы так сказать, должностные обязанности. Понятно, что будут случаи разные. У нас были и в Воронежской области, что тех активных членов ОНК специально посылали тех людей, которые сидят, чтобы они дали им взятку и тому подобное. И некоторые попадались на этом, потому что жить-то хочется, ведь тоже люди, они в свое время тратят все, и соблазм большой. Ведь мы видим, что среди сотрудников СИНа, которые имеют зарплату, и она довольно-таки неплохая, вот, и они все равно попадают и где-то с наркотиками, где-то с телефонами, где-то еще с чем-то, где-то с УДО. Вот, кстати, в Воронеже очень хорошо поставлено, вот о ком я говорил этот председатель общественного совета. Мало того, что он еще так устроен, что он решает вопросы по УДО. Сейчас он как бы на пенсии, но возглавляет школу, школу, которая, то есть вечерняя школа. И когда члены ОНК четвертого созыва зашли туда и выявили о том, что там находятся люди, которые даже не знают, что они записаны в школе, не знают, и направили в департамент образования Воронежской области, что вы думаете, а ничего, все нормально. Вот где искать это все? Как это решать? Вопрос. Пока не будет четкого политического решения, тогда только может это решаться. Получается, то есть от всплеска, от проблемы к проблеме, главное дождаться, чтобы все утихло, получается так система работает. И дальше будем продолжать, ну, с небольшими какими-то, может, изменениями. Дадим пару, ну, выпустить людям, и дальше все будет опять так же, как. Кого-то куда-то поменяем, начальника на начальника, переведем туда-сюда. Вы правы, что люди-то остаются. Те, кто занимался пытками, издевательствами, они же все равно все там. В той же колонии, ну, дадут ему еще срок дополнительно, вот этим КАПу, да, и отправят другую колонию. Но он же свой человек, он же помогает системе. Вот поэтому пока вот это вот исключат они, а как это можно исключить? А это я же еще раз говорю, пока не будет, вот были вот эти уполномоченные по правам человека, да, Но вы возьмите себе помощники, кого? Нормальных правозащитников, которые могут адекватно дать информацию уполномоченному. Ведь ему или ей, уполномоченному, им необходимо иметь информацию. Но кого вы берете себе на службу? Кого? Специально, чтобы вам давали ту дезинформацию, которая бы вас устраивала? Или вам нужна все-таки объективная информация, которую вы можете предпринять? Ведь есть уполномоченный институт, хороший, региональный, но он не работает. Есть федеральный, но опять, кто вошли туда? Мать Скалькова, но может она хороший генерал, я не против. Я ей написал, даже ответы не дали, потому что, ну считают это ненужно. Да пожалуйста, мне что, нет. Но когда касается ситуации, ведь наших правителей, руководителей постоянно, постоянно как бы в этом пытаются именно унизить, что у вас происходит. А ведь фактически, может, и он и не виноват, потому что на местах-то происходит, что творится-то? Не решаются вопросы. И поэтому, когда будет общественные палаты региональные, уполномоченные, ОНК, Совет ОНК созданный во всех регионах, пока не будет вот это, знаете, коллегиальное такое взаимодействие здравое, оно тогда только принесет результаты. И тогда мы проводили ряд обучений для сотрудников, и для всех-всех, и представителей членов ОНК, и там другого сообщества. И люди понимали, что нужно делать и как нужно делать в той или другой ситуации. Что происходит в пенсиональной системе. Но, но, есть но. Сейчас хотят ли это? У меня, наверное, последний вопрос к вам. Что бы вы посоветовали делать нам, священнослужителям, общественникам, может быть, куда-то обращаться, письма писать? Вы знаете, что до сих пор протестантов не пускают ни в тюрьмы, никуда. Ну, на местном уровне договоренности везде, а общего договора-то и нет. Что делать нам, представителям религиозного сообщества, пастырем, епископам? Как мы можем помочь в этом вопросе, скажем так? Ну, вот смотрите, ответ реальный. Есть совет по религиозным вопросам при президенте. А что он делает, этот совет? Кроме как только фото и видеоотчеты, то, что там все прекрасно, все хорошо, больше ничего мы не видим. Для чего он создался? Вот я считаю, что туда люди должны войти адекватные. Я в свое время как-то разговаривал с Риховским, Сергеем Васильевичем. И я его знаю давно, с 2002 или 2003 года. Я говорю, Сергей Васильевич, ты как-то представляешь всех протестантов, но я не вижу, чтобы у тебя были такие полномочия. Может, и надо всех собрать, какой-то совет епископов провести, чтобы тебя уполномочили. И ты мог бы реально что-то помогать. Но так оно и осталось. Есть лютеранский представитель, Гитлер Браур, или как он себя представляет, архиепископ. И что дальше? Лютеран 5-6 направлений, даже не хватает мудрости сесть за стол переговоров. У нас всего 10 епископов не наберется лютеранских, которые могли бы сесть, поговорить между собой. Так о чем можно говорить? Поэтому, когда вот именно созревать начнут, созревать начнут вверху епископы, архиепископы разных течений, и эта тема для них будет очень важна, тогда их услышат. А пока идет междоусобица. Каждый берется, дерется за свое место под солнцем, так сказать, как Клисиас говорит. Но вы говорите, куда обращаться? Ну вот это первый орган, раз. Вторая, Палата Российской Федерации, два. Совет по правам человека при президенте, три. Но там есть люди адекватные, там есть люди, которые могут озвучить. Но опять, администрация президента готова ли вот так вот реально дать возможность? Почему? Потому что название протестант у некоторых чиновников даже не понимают. Если многие даже не различают, то нет, я знаю только христиане православные и все. А они даже не понимают, что протестанты или там католики, это же тоже христиане. Это тоже христиане и так далее. Они переживают за свою страну, за свой регион, который хотят вносить на своих, как бы, деньги, на свою всю помощь. Поэтому вопрос стоит в другом. Можно куда обращаться. Но будет ли именно услышано все это? Пенсиарная система, директор ПСИНа, да. Сейчас там делают для кого-то, для иудеев, как у нас заявляют там. Мы подписали. С кем мы подписали? С иудеями, православными, мусульманами, буддистами, наверное, еще. Понимаете, нет? Ну что это значит? Да вы наверху. Ну как-то, понимаете, это смешно становится. Это как создали уполномоченных при территориальных управлениях по правам верующих. Ну, православный стоит, значит, он только будет православных говорить. Ну и отчеты писать. Мусульманин, значит, он то же самое будет делать. Буддист, он то же самое. Вы понимаете? Пока вот это вот они поймут, хотите вы изменить эту ситуацию, значит, должны все люди участвовать. И поэтому писать, видите, вовсюду можно писать. И президенту, и в администрацию, и федеральные службы, и так далее. Но дано ли им политическая воля, чтобы они привлекали все заинтересованное сообщество, чтобы они могли активно участвовать и помогать в изменении пенсарной системы. Вот эта система репрессивная, которая существует, перейти на именно такую гуманную, которой должны относиться и тому подобное, и так далее. Тогда это будет. Поэтому вопрос они услышат сразу, все будет восприниматься, и все будет решаться. Ну, вот, в принципе, это ответ на ваш вопрос, куда можно обращаться. Спасибо. Обращаться можно, но будут или не решать. Спасибо вам огромное, епископ Анатолий, и даже за советы за эти. Я думаю, пастыри, которые находятся на уровень ниже, вот, епископата всякого, услышат, что можно работать самим без обращений куда-то. Можно тоже писать. Знаете, как инициатива снизу, она не всегда наказуема, но это надо делать. Спасибо огромное вам. У нас из Воронежа был сегодня на связи Анатолий Малахов, епископ Лютеранской Церкви. Спасибо, Анатолий. Благослови Господь всех.